Физкульт привет! Друзья и ученики, просто случайный зритель Вернулся наконец-то во Флориду Сегодня ночь практически не спал Потому что улетали в час ночи Прилетел, вот только отоспался, еду на тренировку Друзья, какой кайф все-таки жить во Флориде Жить при солнце, когда постоянно тепло С одной стороны океан, с другой стороны Мексиканский залив Понимаешь, это когда ездишь на отдых в холод Съездили мы в Колорадо Нормальненько так отдохнули Покатались в горах Мы с женой любим кататься в России Постоянно ездили вот в Штатах Ни разу не были еще, вот первый наш опыт Поехали в Колорадо, потому что это хвалят один из лучших Если не лучший курорт мира Ну в Америке, по крайней мере, это шикарнейший курорт По ценам, я думаю, могу озвучить Но, наверное, вам это ни о чем не скажет, потому что здесь все-таки уровень цен разный И уровень заработка у людей совсем другой За три дня За билеты на подъемник мы отдали за двоих 900 долларов Где-то 300 долларов мы еще отдали За двоих За инвентарь Что ты будешь делать, а? Совсем отвык И Гостиница Вот гостиница, не помню сколько, чтобы не соврать Но тоже не дешево, потому что мы сняли прямо на сквозь То есть мы жили, никуда не ездили, прям проснулся, вышел на улицу и сразу подъем Отдохнули шикарно, ноги болят, болят у меня мышцы, которые не тренируются Особенно катаюсь же на доске, постоянно в одной стойке Болят немножечко связки, что очень плохо Сами знаете А у меня уже в понедельник хоккей снова Так что сегодня буду тренировать, да и ноги немножечко отдохнут Вообще ноги у меня перегружаются постоянно Из-за того, что играю в хоккей А сейчас еще два дня подряд у меня Так получилось, играю в разных лигах, в разных городах Ноги постоянно забиты Постоянная усталость Нужно больше делать мне акцент На То, чтобы Развивать метакондрии Меофеорио Это даст мне и выносливость больше Объем ног у меня всегда был хороший Спасибо отцу за генетику Батя занимался очень много Больше 10 лет велоспортом Ножищи огромные себе накрутил Ну и я как бы родился уже с ногами Кому интересно, я не знаю, я часто рассказывал, нет, как пришел вообще в бодибилдинг Мне на самом деле очень не нравились качки Реально, как говорится, никогда не говори Мне казались они уродами Реально, я занимался единоборствами Растяжку делал очень часто Постоянно Цель была у меня сесть в шпагат И Тренер Начать ходить в тренажерку Именно, чтобы я развивал Корпус, развивал тело Потому что у меня ноги Ноги, жопа всегда были здоровыми Развитыми И тело смотрелось на фоне больших ног Комично Обычно наоборот бывает Да, вот у меня ситуация другая Не знаю, повезло или нет Кто как скажет Ну, в общем, ноги у меня и на нагрузку хорошо Откликаются И вообще, в принципе, хорошо тренируются И мало повторки И если делаю силовой тренинг Мышцы постоянно-постоянно откликаются на нагрузку И ноги вообще, по идее, я могу тренировать Где-то раз в 10 дней А то и даже реже И при этом они у меня сохраняют И объемы, и силу Скажу честно По тупости, по глупости своей Первые 5 лет я вообще не приседал Когда начинал тренировки Да, иногда делал разгибания Сгибания лежа Жим ногами немножечко Ну, в общем, не любил качать ноги, как и все По-настоящему полюбил приседания Когда у меня случилась грыжа Это где-то, получается, уже почти 10 лет назад случилось Сейчас, вы знаете, я приседаю за 200 Тяну за 200 Не испытывая при этом проблем со спиной Но, заметил Если вдруг я ленюсь Не делаю долгое время гимнастику Не дай бог, если пропускаю гиперэкстензии в конце И экстензии в начале У меня появляется легкий дискомфорт В пояснице Потом в ягодице Но, как только он появляется Сразу, естественно, начинаешь делать Все эти упражнения, которые я вам рекомендую Советую Которые помогли уже больше тысячи человек И все это проходит Все эти симптомы уходят Ничего не чувствую Никаких болевых ощущений Так что, друзья, профилактика, профилактика И еще раз профилактика Если у вас ничего не болит Слава богу То обязательно делайте профилактику Потому что, когда заболит Для большинства будет уже поздно Многие, поверьте, забросят тренировки навсегда Никогда не вернутся уже в тренажерный зал Или просто, если вы занимаетесь там Футболом, волейболом Потому что будут боли А желания, мотивации, силы воли Откровенно говоря, хватает мало у кого Потому что это монотонный, ежедневный По нескольку раз в день Труд, чтобы избавиться от боли Поэтому, друзья, профилактика Делайте утром и вечером гимнастику Которую я вам показывал Делайте ее обязательно сразу после тренировки В начале тренинга экстензии В конце гиперэкстензии И будет вам счастье В виде здоровой спины В виде крепкого, здорового позвоночника И еще, очень важно Почему-то нигде никто об этом не говорит Но я пишу в своих статьях и в книгах О том, о чем нужно знать в первую очередь О мышцах Не о том, какого типа волокна В каждой из отдельно взятых мышечных групп На самом деле это все равно не важно Поверьте мне, не стоит заниматься этой ерундой Тренироваться нужно на силу Как только достигнете определенных силовых показателей Нужно тренироваться по периодизации И вы будете тренировать все типы мышечных волокон Не важно, каких у вас больше мышц и каких меньше А вот знать, какие мышцы фазические, а какие тонические Это очень-очень важно Если вы откроете любой учебник по спортивной анатомии Не обязательно бодибилдинг вообще То вы увидите, что в первую очередь О чем должен знать, понимать спортсмен А спросите вашего тренера, инструктора Большинство просто этого не знают Слава Богу, я знаю потому, что закончил университет физической культуры и спорта В принципе, я поздно пошел в институт Мне было уже за 20 Когда я осознал, чем я конкретно хочу заниматься по жизни К чему лежит душа Что требует мое сердце Я понял, определился, пошел, поступил И сам отучился Так вот, друзья Фазические и тонические мышцы Это первое, что вы должны знать Первое, что должен знать ваш инструктор Если ваш инструктор не может вам ответить на этот вопрос То ни в коем случае не работайте с этим человеком А если вы еще ходите, к примеру, к массажисту Массаж сам по себе спортивный, расслабляющий, он полезен Но никогда не ходите к гостоправам, к мануалистам Никогда Даже если кто-то говорит, что ему стало легче Поверьте, друзья, это насилие над своим телом Даже если вы здоровый человек Ставим крест на посещение мануального терапевта Но задайте всем этим людям вопрос О фазических и тонических мышцах И вы увидите, насколько люди в теме Насколько люди образованы Одни мышцы поддерживают наш скелет Скажем так, помогают нам стоять ровно Другие мышцы больше работают, участвуют в движении Так вот, одни мышцы склонны к укорачиванию Другие мышцы склонны к ослаблению Нагрузку, естественно, нужно давать каждой из этих мышц Но вы будете понимать, какую мышцу нужно больше растягивать И обязательно растягивать Почему это нужно знать? Потому что именно эта информация Позволяет вам держать ваш весь организм В здоровом состоянии Вы будете знать, что мышцу, которая склонна к сокращению К укорачиванию В первую очередь нужно растягивать Для чего? Для того, чтобы не произошел спазм Понятно, да? А в большинстве случаев боли возникают у людей Не из-за грыж или протрузий У них их даже нет А именно из-за спазм Спазмы происходят чаще всего в атрофированных мышцах А вы посмотрите на ваш образ жизни Сидим в машине или в маршрутке, пока едем на работу На работе в офисе сидим весь день Практически не вставая Убивая, атрофируя тем самым мышцы И естественно происходит спазм Спазм страшен тем, что происходит Он чаще всего с какой-то одной стороны Вот и происходит перекос Который вызывает уже естественно неправильное Неестественное положение позвоночника Потому что одна мышца расслаблена, другая спазмирована Позвоночник искривляется Для него это становится нормой И постепенно у вас появляется весь ворох проблем Связанный с так называемыми болями Растяжка, массажи Самомассажи, кстати, тоже помогают избавляться от этого Легкая физическая нагрузка Поверьте, большинству людей Приходящих в тренажерные залы Не нужны огромные мышцы Большинству хочется просто Более-менее эстетическое тело Не перекачанное Но самое главное это здоровье Ведь счастье Друзья, внутреннее наше состояние Зависит как бы и что бы я вам не говорил Естественно тоже и от внешних факторов А здоровье можно отнести И к внешним, и к внутренним факторам Которые обязательно будут влиять на ваше мироощущение Мировосприятие На то, как мир будет откликаться На то, как вы к нему относитесь Все это вкупе очень и очень важно Вы должны это все четко понимать Поэтому друзья, если вы сегодня впервые услышали О фазических и тонических мышцах Бегом почитать мою статью об этом Или купите Что я вам настоятельно рекомендую Особенно если вы взяли на себя ответственность Тренировать людей Быть персональным Или просто инструктором Купите, не поленитесь Учебник спортивной анатомии Вы будете шокированы Насколько много там простой и полезной информации И поймете, почему полезно делать базовые упражнения Почему говорить о какой-то индивидуальности В плане построения тренировочного процесса Если, конечно, вы не травмированы Если у вас нет каких-то врожденных или приобретенных дефектов Просто смешно И для образованного человека Даже порой глупо Слушать, когда кто-то впаривает о том Что этому человеку нужно тренироваться так Этому так Это делается все только для того Чтобы загрузить вас Выкачивать с вас денежку Поверьте, я теряю очень много клиентов Но, слава богу, я не нуждаюсь в деньгах И говорю откровенно Многим просто не нравится мой подход Многие приходят в тренажерный зал Просто по прихоти, по веянию, моды, времени По массе причин Кроме как получить какой-то результат Ведь когда ты приходишь за результатом Тебе не важно Нравится тебе это, не нравится Хочешь ты делать это или то Для тебя важно идти правильным, кратчайшим путем Который приведет тебя к цели К результату При этом ты не травмируешься И не будешь просто так тратить свое время Для меня тратить мое время Тренируя человека неграмотно Даже если он просто хочет бегать Прыгать на тренажерах Это неправильно И я себе этого не позволяю Друзья, развивайтесь Изучайте Я вернулся Пишите ваши вопросы Какие есть Постарайтесь Наконец-то Какие-нибудь новые вопросы Которых не было И перед тем как задать вопрос Посмотрите У меня почти тысячу видео на канале У меня очень много статей Поверьте 99,9% вопросов Которые вы мне присылаете Уже обсуждались Раскрывались Ни раз, ни два и ни три даже Посмотрите Не поленитесь А потом Если вы не найдете Ответы на свои вопросы Присылайте мне их На моем ютуб канале В комментариях Вы знаете Я на все адекватные Всегда отвечаю Если вдруг Не пропущу По какой-то случайности Ну что друзья Спасибо всем Что смотрели Пишите Вопросы Как я уже говорил Ставьте лайки И если не понравилось Ставьте дизлайки Но обязательно пишите Что не понравилось И тогда мы будем Развиваться Вместе Удачи всем Смотрите Какая красота Друзья Колорадо Напоминает Конечно Нам Россию Завьялих Сервис Конечно Здесь Намного круче Колорадо Но в Завьялих Я тоже Любил кататься Очень много Здесь Трасс Разного Уровня По цене Тоже Разные Один из Курортов Горнолыжных Вообще В мире В Америке Точно Нереальная Красотища Я очень Люблю Горы Как-то Они Одухотворяюще Действуют На душу Что ли Первый раз Когда меня Друзья Взяли Вашу Я помню Был Под впечатлением С тех пор Старался кататься В России Постоянно катался Вот здесь Пять лет Живу Первый раз Ну надеюсь Буду каждый год Теперь Очень здорово Жить В тепле В солнце И ездить Отдыхать В зиму В горы Вообще Мечта Просто Снег Мороз Понимаешь Насколько Круто Жить В тепле У океана Когда с одной стороны У тебя Океан Атлантический С другой Мексиканский Залив Такие вот Друзья Дела В пятницу Уже вернусь Скоро увидимся Смотрите Мои видео На канале Читайте Статьи Всем Одухотворение Редактор субтитров